Вот когда этот склонный к употреблению гомосек пошел на ярмарку, ну, сам собой, как частное лицо. Гаруна Аль Рашид. Вот, да. Со своим еще и любовником непонятно каким. Вот там может быть все, что угодно. Реально все, что угодно. Именно поэтому одному ходить и нельзя. А поэтому, когда там Мартин пишет, что его грохнули в непонятной сутолке, непонятный человек, и куда он делся, тоже не ясно. Вот в это легко веришь. А вот то, что Петрушку устроили в замке, нет, не верю. А Петрушку устроили ровно потому, что им лень было или не на что снимать ярмарку. Это же нужно локацию устроить, опять массовку нагонять. Слушайте, а ты... Десять миллионов не хватит. Очень-очень. Снимали бы у нас какие-нибудь в Белоруссии, там бы за десять миллионов можно было бы в натуральную величину ваш дом Драконов построить. Да, чертов ступе вообще. Я просто могу даже посчитать. Первая локация, которую мы видели – это поминки. Там у тебя балкончик и кусочек берега, который снимают. Вторая локация, дважды показанная – это берег моря. Ходьба по пляжу. Ходьба по пляжу. И потом там непонятная палаточка. Ну, будем считать три локации. Палаточка все-таки тоже локация, если уж так совсем. Потом подворотня, где подбивали на нехороший план Куэрла-Куэри. Ну, где дети задрались. Дюны Драконовая яма – шесть локаций. Герцогская спальня, где разговоры разговаривали. И королевский герцогский чертог – восемь локаций. Ну, пусть десять, ладно. По миллиону баксов на каждую. Идеально. Нормально. Слушай, они, я прямо смотрю, умеют подходить к логистике организации процессов. Я вот сомнениями не терзаюсь никогда. Больше всего воруют там, где денег больше всего. Соответственно, США – самая богатая страна, ну, и воруют там больше всего. Никаких сомнений нет. Воруют ли в кино, да вы смеетесь. Везде воруют. Везде. Просто воруют. Они там нарисовали себе бюджет, и что воровать-то? Как ты проверишь, сколько локация стоила? Да никак. У нас тут восемьдесят дублей было. Ну, как? Это же стройка. По сути дела. Мало ли что. У тебя три куба леса сюда, два куба бетона туда, арматура. Не сосчитаешь. Ее уже бетоном залили. Ее не видно. Ломать не будешь. Ну, вот. И вокруг крутятся разнообразные ОПГ. Я как-то сейчас помню. Когда-то давно, когда еще у меня количество неисполненных планов там превышает все разумные пределы. У меня, как обычно, есть столько книжек про Блейдраннера первого. Как его снимали, что там делали. И вот в одной книжке замечательно было, как они с итальянцами вопросы решали. Можно такое снимать? Нельзя. Откуда деньги? Кому нести? Как будет работать? И гражданин Скотт верещал. Как же так? У нас в Британии такого нет. А у нас есть. Смешно. Добро пожаловать. Я надеюсь, когда-нибудь мы узнаем, как интересно у них построен кинопроизводственный процесс и что там интересного происходит. А, да. Девятая локация свадьба. Сейчас мы как раз на ней и завершим. В общем, поздравляю. Бюджетом распоряжаться умеете. Я прямо так и вижу, что в бюджет написано, что на этот говнопляж привезли 15 тонн нормального песка правильного цвета, который у нас по раскадровке положено. Вот только так можно было снимать. И никак по-другому. Про пляж на острове Тенерифе канарском есть город Санта Круз. Святой крест. А на нём пляж. И поскольку это же вулканический остров, соответственно, песок везде чёрный. Магнитисты. Сначала кажется, что это так интересно, красиво. Но океан получается, там, Атлантический океан, как наша лужа. То есть, вот эта мутнейшая коричневая какая-то вода. Полное говно невыносимое. Вот это столица Санта Круз. И там столичный пляж. На столичный пляж привозят песок из Сахары. Из Африки. Вот он засыпан. Да. Баржами везут. Вот нормальный песок. Там ветер всё время дует. Его сдувает. Да. И песок тебя всё время колет. Поэтому на пляже они загорают в каких-то одноместных палатках. Куда они до жопы вылезают, здесь палатка. Чтобы в морду не летела. А ноги и задница торчат. Интересно там у них. Так что да. Песок могут привезти. Прямо из Сахары. И это же очень дорого. Привезти пятнадцать камазов песка. На самом деле их привезли два. Но кто считать будет? Да. Слой-то тонкий, а всё равно не видно. Ну. Субтитры создавал DimaTorzok